Друзья, хочу сегодня погадать вам на картах. У меня такие классные карты. Тузы, короли, вот смотри, видишь? Тузы, короли, вальты, шестёрки, десятки, девятки, восьмёрки, семёрки, шестёрки. Уже говорил, да? Я так люблю круто тасовать, я тебе говорю. Вот смотри. Что это? Это король. Всё, тебе сегодня не повезёт. О, валет! Всё, у тебя будет крепкое здоровье. Всё, туз, казённый дом. Точно, ты как муж не составишься. Опять туз. Что ж тебе так сегодня не везёт? Кто так говорит? Так говорят цыгане. Так говорят всякие бабушки, дедушки, которые колдуют на картах. Они приходят, они тасуют свои, так сказать, карты, вонючие. И твоя жизнь меняется в худшую сторону. Вопрос, почему? Всё очень просто. Духовный мир, духовному миру карты не нужны. Ему нужна твоя вера. Когда ты приходишь к цыганке, к ведьме, к колдуну, ему нужно, чтобы ты услышал его и запугать тебя. Он тебя запугал, ты его услышал, и он тебе говорит. Он сеет в тебя свою же информацию. И когда он сеет в тебя его же информацию, ты начинаешь верить. Как работает вера? Вера работает очень-очень просто. Ты слышишь, пугаешься и принимаешь. Мысль, эмоция и воспроизведение мыслей и эмоций. Мысль, эмоция и воспроизведение мыслей и эмоций. Мысль, эмоция. Ты видишь свою мысль, ты чувствуешь свою эмоцию, и это воспроизводится. Вот как работает вера. Вера, я могу сегодня идти по улице, остановить любую девушку и сказать, ты умрешь, и убежать. Если она испугается, то через сутки ее не будет. Ну, двое, трое суток. Так работает вера. Негативная вера. Но как работает хорошая вера? Как ты можешь в молитвенной комнате получить то, что ты хочешь? Тебе нужно дружить с Богом. Это раз. Иметь с ним контакт. Это два. И увидеть то, что ты хочешь. Допустим, я хочу купить хорошую видеокамеру. Но у меня нет денег. Она стоит 20 тысяч долларов. Допустим, у меня зарплата 3000. Мне нужно целый год накапливать деньги для того, чтобы купить видеокамеру. Но я закрываю глаза и чувствую, что я уже, и чувствую, и вижу, что я уже хожу с видеокамерой и снимаю хорошие видеоролики. Я снимаю, хожу, и вот ты увидь это. Не раз, не раз, не два, постоянно ходил в этом образе. Потому что этот образ, это образ Духа Святого. Это язык Духа Святого. Вот я с тобой сейчас говорю на русском языке, кто-то на украинском, кто-то на английском. А в Духа Святого язык, образы и видения, это образы и видения язык Бога, и Отца, и Сына, и Духа Святого. И когда ты будешь ходить в этих образах, ты будешь иметь контакт с самим Богом. Но если ты имеешь контакт с Богом, неужели Богу так тяжело дать тебе то, что ты у Него просишь? Нет, ну иногда мы просим такое, что Бог нам не даст. Ну не хочет дать. Поэтому тебе надо сначала узнать, хочет ли Бог дать тебе то, что ты у Него просишь. А для этого нужны отношения. Так вот, ты имеешь отношение с Богом, и потом ты видишь, что я хожу с видеокамерой и снимаю хорошие видеоролики. Потом с улыбкой отдаю эти видеоролики другим людям, и этим я вдохновляю этих людей. И все. Через какое-то время эта видеокамера у тебя появится. Тебе могут ее подарить. Кто-то может просто сказать, слушай, у меня две видеокамеры, возьми. Или на работе начальник даст двойную зарплату. Много способов Бога благословить тебя этой видеокамерой. Но для того, чтобы ты взял это, ты просто увидь это. Уже у тебя она есть. Пойми одну вещь. Вера Это уверенность в невидимом. А что такое уверенность в невидимом? Это когда ты точно знаешь, что у тебя уже это есть. И ты уже этим живешь. Вот что такое вера. Вот как работает эта же вера. В этих цыганах. Которые тосут эти карты. Которые тосут эти карты замечают.